Спасибо большое. Уважаемые коллеги, сейчас я включу свою презентацию. Слышно меня хорошо? Вас хорошо слышно. Да, презентация осталась. Так, минуточку. Так, сейчас, секунду, еще один момент. Ага, все. Спасибо. Глубоко уважаемые коллеги, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Заболеваемость хронической сердечной недостаточности среди болезней сердца растет стремительными темпами, несмотря на многочисленные достижения медицины за последние годы. Наиболее распространенная причина развития сердечной недостаточности является атеросклероз и шимическая болезнь сердца. К другим причинам можно отнести и диалатационные и шимические кардиомиапатии, клапанные поруки сердца, а также гораздо реже встречающиеся наследственные факторы. Независимо от причин развития сердечной недостаточности, на молекулярном уровне нарушение сократительной функции клеток сердца связано с функциональным структурным ремоделированием внутриклеточных органелл. Как известно, физиология сокращения сердца связана с циклическим транспортом ионов кальция. При изменении потенциала мембраны клеток поступает триггерное количество ионов кальция через потенциалозависимые каналы. Затем они активируют рианодиновый рецептор и саркопазматического ретиклума. И это служит сигналом для увеличения освобождения ионов кальция в миоплазму и активации актиномиодиновых комплексов и сокращения. Затем происходит обратный процесс удаления ионов кальция из миоплазмы. В этом процессе важную роль играет кальциевая фаза саркопазматического ретиклума или серко-2А. И небольшое количество кальция удаляется из миоплазмы посредством натрия кальциевого обменника. Нарушение механизмов электромеханического сопряжения таким образом тесно связано с дисфункцией саркопазматического ретиклума и его основных кальций-транспортирующих белков. Таких как рианодиновые рецепторы, кальциевая этой фазы и кальций-квистрины, которые локализованы внутри саркопазматического ретиклума и обладают большой емкостью к ионам кальция. Изменение функций этих белков и их экспрессии может непосредственно влиять на осцилляцию ионов кальция и соответственно участвовать в снижении эффективности сокращения сердечной мышцы. Несмотря на то, что эти механизмы являются высокозначимыми для сократительной функции, а также достаточную изученность молекулярной структуры организации и функции их, до сих пор нет четкого представления о взаимосвязи между изменениями их состояния и набором фенотипических признаков у пациентов, регистрируемых в клинической практике. Целью нашего исследования было оценить связь экспрессии кальций-траспортирующих белков саркопазматического ретиклума, кардиомиоцитов с функциональным состоянием сердца пациентов с сердечной недостаточностью. Было проведено наблюдательное сплошное одномоментное поперечное исследование, куда были включены пациенты с сердечной недостаточностью ишемического генеза и пациенты с фибрилляцией предсветки. Всем пациентам было выполнено на стадии включения в исследование стандартное клиническое лабораторное обследование. Пациентам, которые имели сердечную недостаточность ишемического генеза, была показана операция коронарного шунтирования, во время которой производился забор фрагмента ушка правого предсердия. Пациентам с фибрилляцией предсердий была рекомендована радиочастотная аблация, во время которой производился забор биопсийного материала из верхушки правого желудочка. Экспрессию кальциотранспортирующих белков в биопсийном материале определяли методом гестеранблокинга по стандартным протоколам с использованием специфичных первичных антител. Кроме того, определяли в крови полиморфные варианты генов с помощью полимеральной реакции в режиме реального времени. Определяли полиморфный вариант гена кальциевой этой фазы и два полиморфных варианта гена кальциоксистрина. В результате исследования было обнаружено, что экспрессия реанодиновых рецепторов миокардиопациентов с сердечной недостаточностью ишемического генеза имела обратную зависимость с фракцией выброса и обратную зависимость с толщиной межжелудочковой перегородки. Эти данные сочетаются с тем, что у пациентов с гипертрофией левого желудочка, здесь они на диаграмме над единицей показаны, была ниже гораздо статистически значима, чем у пациентов без гипертрофии левого желудочка. Экспрессия кальциоксистрина в миокардиопациентов с сердечной недостаточностью ишемического генеза была зависима от размеров левого претвердия. При этом эта зависимость имела прямую направленность и обратная зависимость от толщины межжелудочковой перегородки. В нашем исследовании были пациенты с сердечной недостаточностью ишемического генеза, у которых был фактор риска сахарный диабет второго типа. Как оказалось, пациенты, у которых был сахарный диабет, имели более высокую экспрессию серка-2А и рианодиновых рецепторов. При этом факт наличия сахарного диабета не влиял на экспрессию кальциоксистрина. При этом в отдельном исследовании было обнаружено, что высокая экспрессия серка-2А и рианодиновых рецепторов сопровождалась сохранением сократительного резерва миокарда пациентов с сахарным диабетом, оцененного на тробекулах, изолированных тробекулах, ушко правого предсердия, выделенность из ушко правого предсердия. В этом исследовании было показано, что проведение тестов приводит к усилению сократительного ответа на периоды покоя в миокарде пациентов с сахарным диабетом. При этом было обнаружено, что у пациентов, у которых экспрессия серка-2А была выше, имели более низкое значение конечного дистатического объема. Следует отметить, что дисфункция саркоплазматического ретикулума является молекулярной основой для формирования эктопических очагов, возбудимости и механизма реэнтрии. Исследование, проведенное на миокарде пациентов с фабрилляцией предсердия, показало, что экспрессия кальцитранспортирующих белков серка-2А и кальсиквестрина имела прямую зависимость от размера левого предсердия. При этом оба белка имели прямую взаимозависимость, то есть большее количество одного белка сопровождалось большим количеством другого белка. Это исследование также показало, что уровень экспрессии этих белков в миокарде пациентов имел большую вариабельность. Мы применили метод кластерного анализа и выявили два кластера с высоким и низким уровнем экспрессии этих белков и проводили дальнейший анализ в соответствии с этими группами. Для того, чтобы определить влияние генетического компонента в экспрессии этих белков, мы оценили их зависимость от полиморских вариантов генов. Было обнаружено, что гомозиготный генотип гена кальциевой атефазы у пациентов ассоциирован был с большей экспрессией серка-2А. Большая экспрессия кальциевой ассоциировалась у пациентов с гомозиготным генотипом полиморфного варианта RS6684209 по сравнению с гетерозиготными носителями. Исследование второго полиморфного варианта гена кальциевой атефазы не выявило значимых различий между генотипами и экспрессией кальциевой атефазы. После того, как мы разделили пациентов на две группы с высокой и низкой экспрессией, анализ клиника анамнистических характеристик групп пациентов не выявил значимых различий. Антиаритмическая терапия также не различалась, однако были выявлены различия при терапии антиагрегантами и антикоагулянтами. У пациентов с высокой экспрессией серка-2А чаще пациенты получали антиагреганты и наоборот, у пациентов с низкой экспрессией получали больше антикоагулянты. Анализ структурно-функциональных показателей сердца пациентов с фибрилляцией предсердия выявил, что такие показатели, как конечные диастолические и систолические объемы и размер левого предсердия, были ассоциированы с высоким уровнем экспрессии серка-2А. А также гемодинамические показатели, как скорость раннего и позднего наполнения левого желудочка, ассоциировались, вернее, эти скорости были ниже у пациентов с высоким уровнем экспрессии. Эти значения, вероятно, взаимозависимы. Таким образом, экспрессия реанодиновых рецепторов ассоциирована с фракцией выброса и толщиной межжелудочковой перегородки и гипертрофией миокарда у пациентов с сердечной недостаточностью ишемического генеза. Экспрессия кальфик листрина имеет взаимосвязь с размером левого предсердия, толщиной межжелудочковой перегородки у пациентов с сердечной недостаточностью ишемического генеза. У пациентов ишемической болезни сердца, сочетанной с сахарным диабетом, уровень экспрессии реанодиновых и серка-2А в миокарде выше, чем у пациентов без сахарного диабета. Экспрессия серка-2А в миокарде пациентов с ишемической болезнью сердца, сочетанной с сахарным диабетом, ассоциирована с конечным диастолическим объемом и размером левого предсердия. У пациентов с фибрилляцией предсердии генотипы полиморфного варианта гена кальциевой этой фазы и гена кальцистрина могут определять уровень экспрессии их белков. Экспрессия серка-2А в миокарде пациентов с фибрилляцией предсердии ассоциирована с конечным диастолическим и состолическими объемами и размером левого предсердия, а также со скоростью раннего и пузного наполнения левого желудочка. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok